Всем привет! Сегодня у нас долгожданный обзор. Обзор на мага. Мага-отец 200 уровня и 8,5 миллионов мощи. В связи с чем обзор? В связи с тем, что персонаж ищет себе нового владельца. Соответственно, все предложения мне в инстаграм. Предыдущие ребята ушли и их нет времени заниматься. И поэтому вот такие вот идут перемены, скажем так. Сейчас смотрим персонажа самого. Духовка 11. В принципе, шмот проточен не весь. Есть 12 и 13 еще. Вот, значит, духовка сама по себе. Давайте посмотрим по сохраненным статам. В основном здесь много прочки. Почему? Потому что на кросс-сервере есть еще один маг мощный. 9,8 по-моему уже. И была нужна прочка для того, чтобы пробивать парирование, скажем так. Поэтому много было выставлено прочки. Но также есть много сохраненных статов на будущее. Вот такие вот крит, аз, плюс урон и тому подобное. То есть не только получается прочно, скажем так. На этих серверах, на маленьких левелах всем очень принято, скажем так, играть через экзо. Поэтому и статы, но в основном тоже идут на экзо. Разогнанная общая прочка через эндо. Через, ну, максимальный, максимальный разгон по прочке и шел. Дальше смотрим по статам. Так, это мы не туда. Да, значит, музыкалка последняя, максимальная, соответственно. Значит, по статам 10 лямов хп. Ну, в принципе, я думаю, нет смысла. Значит, здесь что у нас в 4000 крита. То, что основное 113 тысяч прочности. Доп урон 134%. Иммунитет почти 45%. И плюс урон 870 тысяч. Так, это то, что основное навыки. Так, мах-кольцо довольно неплохо прокачано. Значит, дальше что у нас? Трансформация вот-вот уже будет второго уровня. Здесь прокачано пока на максимум. И второго уровня будет вот через один, скажем так. Вот чуть-чуть осталось. Также справочник, ну, прокачан справочник полностью. Не брезговали. Здесь в справочнике немножко драконы не докачаны. Нет смысла, там очень маленький бонус. Так, смотрим по героям. Значит, размещение Верданди, Хель и Бахамут в экзот. Значит, Верданди плюс 8, Хель и Бахамут по плюс 10. Значит, смотрим по левелу. Соответственно, они 203. Рыцари. В принципе, я не думаю, что есть смысл особо показывать. Верданди, вон, рыцари. Рыцари открыты все. Также по зачарованию. Там нет. Так, дальше по тренировке, естественно, здесь на максимум. Немножко тренировки есть в рыцарях. Ну, это так. Только на основных, на нужных рыцарях, скажем так, есть тренировка. Божий круг. Немножко прокручила. Смотрим, Божий круг. Немножко прокачан, скажем так. Здесь также. Немножко. Здесь по одному, по два процента, в принципе, везде есть. Так, смотрим эволюцию. Соответственно, в рыцарях карточки только по две. И там минимум прокачанных. Скажем так, я не вижу смысла смотреть. Размещение. Ну, в принципе, здесь карточки те, которые остаются. Серверу немного, то есть меньше года. И поэтому здесь еще у них много карточек нет. Также и с рунами там немножко беда. Так как рун хороших, именно процентных, рун еще нет. Так, посмотрим Венда. Значит, вот немножко крита есть. Прочность, крит. В основном крит, прочность. То есть основные статы. Здесь вот на парирование, на ОЗ, это просто перекинутая карточка. Да, вот Экза. Экза у нас здесь, естественно, максимально на парирование ловилась. Есть 25% парирования. Есть просто статы парирования. Да, здесь вот прочность. Здесь опять прочность. Но здесь ничего толкового. Так, здесь тоже что у нас? Парирование. Парирование, соответственно, парирование. Да. Смотрим по статам. Так, вот размещение. Да. Сокровища по минимальному прокачаны. Также вот Энда. Почти 300 тысяч атаки. Смотрим, что у нас здесь. Почти 40 тысяч крита. 120 тысяч прочки. 33. Почти 34% доп. урона. Немного смерти, скажем так. И сам вот Экза. 24 миллиона хп. Дальше смотрим, что у нас. 68 тысяч парирования. 154. Почти 155 тысяч прочности. 75 тысяч смертоносности. 37,5% доп. урона. И 89% иммунитета. Такие статы разоняли специально, я же говорю. Потому что на Кроссе есть МАХ мощный. И против которого приходится Экза именно бустить. Для того, чтобы как-то жить. Именно, ну не как-то жить. В принципе, взяли первое место на пути в этом сезоне. Поэтому все здесь хорошо. Дальше показываю рыцарей. Ну так, мельком. Рыцари пока слабые. Ну, левел-то небольшой. 200 и всего-навсего. Так, сокровища, охрана. Значит, здесь смерть парирования. Здесь только прочность выкачали. Венда тоже прочный скрин будет. Здесь пока только смерть. И размещение еще не трогали. Двойная звезда. Значит, здесь третья. Здесь на 5 прокачано. Стоит на ХП. И на урон, соответственно. Здесь смотрим, соответственно, так же. И размещение не трогали. Руны. Значит, в размещении такие руны слабенькие. Скажем, в основном сет это вот ПВПшный плюс 20 ПВП. Статов там нет. Я вам так скажу. Вот энда. Здесь вот до сих пор меч, потому что прочность дает. Дальше, что у нас здесь? Прочность. Прочность статом. Процентных нет. Просто они не попадаются еще. Поэтому вот здесь вот такие вот рунки. Дальше вот прочность процентная. Еще стоит золотой. Но видите, прочность просто цифрой. Там ОЗ. ОЗ. Прочность. ОЗ. Ребят, просто на прочность не падают. На прочность или там парирование, скажем так. Процентных рун нет. Еще только недавно начали руны фармить. Сейчас красные руны идут полным ходом. Но процентные не падают. Поэтому вот такие вот статы. Дальше смотрим заклятие. Заклятие плюс урон, соответственно. И хп. Плюс урон. Хп, хп, хп. Так, дальше что у нас? Пвп снаряжение. На плюс урон прокачано пвп снаряжение. Два желтых и одно фиолетовое второе. Ну вот ждем фиолетовое. Ой, желтое еще одно. И будет еще плюс 20 пвп и 3% доп урона, скажем так. По богиням. Смотрим, что есть с богиньками. Немножко есть гармония F. Есть обычный. В принципе, я думаю, там нет смысла показывать. Давайте мы посмотрим сразу в статах. Здесь вот 4 гармонии F. Открыто еще один слот. Также есть дополнительно еще один слот пантеона. Для того, чтобы менять. В размещении забрать Афину, например. Атлантиду Афину. И проточить Атлантиду здесь на плюс 2, когда еще одна будет. Значит, здесь глаз Сахары. Значит, на крит в основном разгон. Значит, здесь Атлантида временно. Она потом пойдет на заточку Венда. Да, вот. Она не точная. Здесь Атлантида плюс 1. Разгон на крит. Прочность. Все тоже против определенных персонажей. И здесь Экзо Зевс плюс 1. На парирование идет разгон. Да. Смотрим артефакты. Артефакты прокачаны. Основа ПВП. И размещение также ПВП. Здесь ПВПшные. В Энда у нас идет на комбо. Да, вот. На доп. На атаку и плюс урон. Сет. Вот. И также крит и прочность. Разогнанные. Плюс урон не разгоняли. И в размещении немножко подровнять нужно будет. Ну, в принципе, вот. Вот эти вот сеты. Но дальше можно будет прочно здесь убрать до 1. И минус урон выгнать до 3. Это, в принципе, усилит живучесть Экзо. Так. Что дальше? Конь. Ну, конь. Вот. А пока Анка. Ну, почти дракон спектр. Там не хватает буквально 100 с чем-то грибов, по-моему. Да. 100. Да, вот. Сутки грибов не хватает. И будет дракон спектр. Муниция прокачена. Скорость на втором месте. Ну, там, в принципе, отрывнее большой. Так. Смотрим, что дальше. Камни. Значит, камни все благословлены. Показывать в смысле нет смысла. Они вот просто полностью все благословлены. И даже наперед. Есть много девятых. Есть десятые. Вот. Здесь в основном атака плюс урон прочность. Слоты открыты все. Так же вот конь. Все слоты открыты. И вот другое. Так же открыты все. В основном на доп. урон. На размещение слоты только основные. Дополнительные. Дополнительные не открыты. Допы открыт только один. И камни не вставлены. Не имеет значения. В эндо камни стоят только на доп. урон. На иммунитет камни не стоят. Так же и доп. Не открыты. И дальше эндо и экза. Экза смотрим. Так же открыты. Не открыты всего лишь два слота в эндо. То есть практически все дополнительные слоты открыты. И вот имеем в принципе камни в основном в нужных слотах на иммунитет и в нужных слотах на доп. Это восьмые, девятые камни. Очень редко седьмые. Седьмые камни. Соответственно вот тоже. Ну все. Проблагословлено. И помимо этого еще есть бутыльки. Вот 300 бутлей на будущее. Тоже на благословление. Еще наперед. Дальше смотрим дракон. Значит драконы у нас две звезды. И весны получается лето три звезды. Осени и зимы по одной звезде. Значит бустился дракон лето на пвп в основном. По шмоту пока то что имеем. То что падает. Скажем так на звездное повышение здесь практически скоро будет второй. Но здесь нет не скоро. Соответственно. Гербы прокачаны практически все основные. Здесь вот чуть-чуть не докачан. Две единицы всего лишь. А все остальные гербы соответственно прокачаны полностью. Навыки смотрим. Здесь в основе навык пойман на пвп. Но нужно будет перероливать. Есть уже 172 ветки. В принципе если скинуть вот этих. 120 веток будет почти 300. И можно перероливать. Но пока статы не очень. Только вот этот крит плюс урон хороший. И вот и все. Здесь также статы не очень. Ну а здесь это размещение. Здесь можно в принципе не запариваться. Но также есть дополнительные. Здесь не удалось поймать 4. Здесь пока меньше только атака крит. Плюс урон крит. Атака прочность. И ОЗ в принципе. В экз опять же есть 240 айтемов. Но слоты здесь неплохо. Здесь прочность минус урон. ОЗ парирование 20%. ОЗ и физзащита. Но можно будет при хорошем раскладе еще раз переролить. Но не факт что попадется. Дальше смотрим аспиды. 145 уровень. 150. 120. И 118 уровень. То есть аспиды тоже не маленькие. Немножко прокачаны. Так. Связи. Сейчас мы посмотрим гены. Я думаю это будут все. Гены мутированы. Все прокачаны. Все гены подобраны специально. Этот на плюс урон ген мутированы. Здесь. А не все. Вот здесь физзащита. Вот здесь на прочность. Здесь на ОЗ подобраны. Здесь на крит. Здесь на плюс урон. Также плюс урон. Парирование. Парирование. Плюс урон. И еще есть один на парирование. Гены прокачиваются недавно совершенно. Потому что вылавливали специально мутированные все. И нет никаких таких особых. То есть ждем на золото. В золоте будем ролить именно статы хорошие. И тому подобное. Значит. Что еще. Значит будем ролить статы в золоте. Ничего такого. Ну в принципе. По моему все показал. Если что-то не показал. Пишите в комментариях. Еще раз напоминаю. Персонаж ищет нового владельца. По всем вопросам. Предложениям. Писать мне в инстаграм. В директ. Либо в другие там. Соц сети. Есть ссылка в описании. Вы можете со мной всегда связаться. И. В принципе. Если еще какие-то вопросы есть. Пишите. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok